Дмитрий Славович, Вами в социальных сетях пропускная информация о том, что ликвидация Балаковского пассажирского автокомбината производится в угоду личной заинтересованности каких-то лиц. Этим вопросом администрации занимаюсь я и под моим руководством еще ряд сажают. Я, как понимаю, сделав подобный вывод, Вам позволили какие-то факты, которые находятся у Вас в распоряжении? Вы можете написать заявление о самом-то предыдущем выводе, пускай вы вызову, я сошлюсь на первую статью в Конституции. Нет, ну факт, но вы говорите, зачем мне надо здесь говорить? Ну то есть факт, как повторюсь, о том... Ваших именно действий нет? Мы занимаемся в этой разе, мы сие. Получается из того, что Вы постарминали, получается именно так, что мы этим занимаемся, по-говорю, чьей-то личной заинтересованности. Такие факты у Вас нет. Я не собираюсь Вам. Понятно. В таком случае я Вам докладываю, что в том месте, в котором мы столь пафосно возложили цветочки, Балаковского пассажирского автокомбината, нет уже как два года. И эти два года предприятие стремительно теряло и материально-техническую базу, и подвижной состав, и кадры. И для того, чтобы сохранить все, что там осталось, и максимально эффективно их использовать, нами и осуществляется эта процедура. Процедура слияния двух транспортных муниципальных предприятий. А проходит она в форме ликвидации БПАК, потому что по-иному, в данную форму собственности, просто нельзя. А что и удовольствие в это состояние? Мы сейчас в данных условиях принимаем, фактически оформлены де-юре, ту ситуацию, которую де-факто уже оформлены несколько лет. Она принесла несколькими годами ранее. Де-юре де-факто категория понятна, но не надо разъяснить. Или разъяснить? Прокуратура может помочь. Де-юре это и юридическая сторона дела, а де-факто это по факту сложившаяся. Мы сейчас юридически оформляем эту ситуацию. И если у вас время отклика на ситуацию два года, то предупредите своих избирателей, чтобы они поторопились. У них не так много времени со своими запросами. А врачи есть конкретные предложения? Ну, предложения какие? Вопросы действительно на самом деле серьезные. И общественный контроль, депутатский контроль тут, я считаю, не помешает. Если Денис Иванович не угрожает, мы можем включить его в состав ликвидационной комиссии, которую я возглавляю, чтобы он непосредственно принял участие, поработал с рабочим классом, с нами. И непосредственно понял, как, что и почему мы с чем делаем. Готовы разделить с нами ответственность? Это не заблокально. Ответственность вы делите? Или работать с вами? Работать с нами. Причем ответственность? Работать с вами. Вопросы в с вами комиссии. Вот эта комиссия что надо делать? Мы будем заниматься передачей имущества указанных, трудоустройства у людей, и отключать свою комиссию. Там же коллегиально, вы же голосуете там, у вас же проходят заседания, все возможно. Возникли ли какие-то сомнения связанные с этим? Поэтому давайте сможем с этим. Это не делайте самому инвенциуму, потому что мы с вами участвуем в этой работе.